Реклама Какие курорты, какие девушки, какие мальчики, смотрите, смотрите, давай, давайте И бежит за тенью своей человек, ищет денег, все идет, идет, делает Вдруг провал, нуль, на веревке висит Тот, кто поставил цели свои и стремится к этому неудержимо, не ограничивая себя нормами здорового человека Он превращается в эгоиста, черствеет душа, становится неспособным к любви даже Да брачная эта жизнь, когда становится эгоистом настоящим Женился, вышел замуж, смотрит по сторонам вот такими тарелками вращающиеся, где получше А потому что он ищет только наслаждение Если человек культивирует эти вещи, бойся, человек, ты культивируешь ничто иное, как страшные болезни в самом себе Кстати, вы знаете, у Канта есть очень интересное высказывание, когда он говорит Чем больше просвещенный разум стремится к наслаждениям, тем меньше он получает удовлетворения Марк Подвижник говорит, за каждое чрезмерное наслаждение человек получает сторичное возмездие Возмездие сторичное, как он говорит, болезнование Об этом свидетельствует опыт, жизненный опыт А кто избирает тех, кто нас кормит рекламами, фильмами, телевизионными программами, газетами, журналами? Кто их избирает? Они развращают народ И весь мир воспитывают Только то право, только та свобода Могут быть названы этими именами Которые исходят из принципа любви к человеку Какая у меня любовь к человеку? Когда вот эти пакости показывают Скажите, какая любовь к человеку? Когда показывают эти фильмы, это насилие, жестокости, непрерывные убийства и так далее Обратите, где здесь любовь к человеку? Иван Аксаков насчет этого сказал очень хорошо Прогресс, отрицающий Бога и Христа, в конце концов, становится регрессом Цивилизация завершается одичанием Свобода – деспотизмом и рабством Человек, отвергнувший образ Божий, совлекший себя образ Божий, он говорит Неминуемо совлечет себя и образ человеческий И возревнует об образе зверином Ты человек, а не скотина Оооо, безобразие! Мы от обезьяны произошли! Ах, вам не нравится, что это обезьяны? Тогда ещё хуже, скажем, от общего предка с обезьяной. Поздравляю! Кто же те, кто это делают сознательно? Разве они не могли бы всё это сделать нравственным, чистым, прекрасным? Нет. Чем безобразнее, тем моднее, конечно. Чем безнравственнее, чем это, видите ли, выше и так далее. Кто же это делает? Мы должны понять, друзья мои, тех, кто действительно руководит всей нашей нравственностью и идеологией, никто не избирает. Во-первых, это люди совсем не дураки, а очень умные и дьявольски злые. Но считают нас они за идиотов, за дураков, за скотов. Не думайте о том, что вы смертны. Тостоевский говорил, что без веры в вечность человек перестаёт быть человеком. Неужели ты настолько безумен, что не видишь, что часы идут, стрелки в одну только сторону? Подумай хоть немножко о смысле своей жизни. Кто может воспитывать лучше всего? Кто может дать этот идеал, реальный идеал человека, который мы называем с большой буквы, человека? Кто? Где он? Различные философские, социальные доктрины – все говорят о человеке, и все рисуют образ человека. Что не философ, то рисуют свой образ этого нормального или идеального человека. Чем отличается христианство? Оно не рисует этого образа, оно указывает на него. Посмотрите на Евангелие хотя бы как на чисто исторический документ двухтысячелетней давности, чисто исторический. Не хочу говорить о религии ничего. Но посмотрите, что какие там встречаем строки поразительные, поразительные, показывающие, вскрывающие психологию человека. Не отягощайте сердец ваших. Интересно говорит учитель, мудрец. Чем? Не отягощайте сердец ваших – объедением. Затем более тяжёлая вещь – пьянством. Ну, конечно, человек объелся, ну, прошёл часок там, другой, ну, сначала – ага, потом, видишь, и ничего. Пьянством – о-о-о, тут дело похуже. Голова трещит, не знаю, что делать. И, наконец, оказывается, самое страшное – это, вы видите, по нарастающим объедениям, пьянством, и, оказывается, самое страшное – напоследок. Что же? Самым страшным, оказывается, суета житейская. После объедения и пьянства я могу опомниться, подумать, в первом случае сказать, какой же я свинья. Во втором случае, я уж не знаю, с кем себя сравнить. Так? А суета! Вот это да! Самый страшный враг, хуже даже этих первых, не даёт ни минуты опомниться мне. В вихре! Вихрь! Одно за другим летит, летит, летит и летит. Не минуты! Страшное дело! Правда же, мудрые слова. Действительно! Не отягощайте сердец ваших объедением, пьянством и суетою житейскую. Действительно страшная вещь! Она не даёт нам подчас посмотреть на реальности этой жизни, как на ту действительность, которая вот, вот, меня касается, всего моего существа. Отсюда и проистекает то, что у людей какая-то апатия, не задумываются над самым главным, что есть, что стоит перед нами. Самым главным. Что самое главное? Зачем же я живу? Зачем же я живу, если я умру так же, как умрут все? Зачем? Какой смысл? Одни говорят, есть Бог, другие говорят, никакого Бога нет. Чушь – это и больше ничего. Одни говорят так, другие говорят эдак. А что же эдак говорят? В смысле, те, которые говорят, что будто бы есть Бог. Говорят, ну, посмотри. Посмотри только. Ну, вот жизнь. Ну, как она возникла, эта жизнь-то? Как могла возникнуть? Ты подумал об этом или нет? Ну, как? Ну, мне говорили, я помню из школы, что самозарождение жизни произошло в результате миллионов, может быть, миллиардов лет. Да? Самозарождение? А вот я тебе сейчас скажу. Мне не надо верить. Попробуй поверить учёным. Что они говорят? Они говорят вот так. Вероятность самовозникновения молекулы только ДНК равна 10 в минус 80 тысяч степени. Ты думаешь, что это могло такое случиться? Сама собою, да? Вероятность возникновения жизни из случайного соединения молекул, уже готовых молекул, равна 10 в минус 255 степени. Как-то математики подсчитали вероятность возникновения жизни на Земле. Оказалось, что по законам мира чисел мы не имели права возникнуть. А уж если бы и возникли, то они должны были выжить. Представь себе миллиарды, миллиарды букв и сыпь их откуда-то сверху. Как скоро энциклопедия напишется? Так они лягут все буквы. Что энциклопедия, пожалуйста? Какая хоть? Хоть советская, хоть богословская. Как думаешь? Да нет. Ну, а цветной телевизор может соберется, если детали сыпаешь? Да нет. Ну, разве ты не знаешь, что одна живая клетка в миллион раз сложнее любого телевизора, компьютера и любой энциклопедии? Так как же это там могло все возникнуть, когда сыпались-сыпались атомы бездушные и организовались, когда даже этого не может быть? Странная твоя вера. Каждый должен признать, что существует разум, причём совершенный разум, который только мог создать то, что мы видим. Современная наука утверждает, что в мире существует этот антропный принцип, то есть разумность. это именно утверждает религия. Антропный принцип, кстати, гласит, таким образом, вероятность того, что клетка возникнет самопроизвольно, по меньшей мере, равна вероятности того, что какая-нибудь обезьяна 400 раз напечатает полный текст Библии без единой ошибки. Ну, конечно, гениальная обезьяна, не какая-нибудь, но без единой ошибки. Кто может такое предположить? Никто. Атеист говорит да. Да. Напечатает обезьяна. Часто спрашивают, докажите, что есть Бог. А что значит доказать? Что значит доказать, что вот что-то существует? Только две возможности. Или поверить людям бесспорно честным, которые скажут один, другой, третий, не один человек, а когда много людей говорят «Да, да, да, вы видели?» Или, в конце концов, это уж такое, если Фома неверный, упрямый, да, то он скажет «Ну, хорошо, в таком случае вот что нужно сделать, чтобы ты сам мог убедиться, что это есть». Доказать значит человеку дать возможность убедиться в этом. Что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Нет. Что? Стать учёным? Сейчас я вам перечислю, хотя бы, нет-то учёных. Коперник, Кеплер, Паскаль, Ньютон, Ломоносов, Гальвани, Вольта, Ампер, Мендель, Дюма, Ковалевский, Пастер, Попо, Менделеев, Павлов, Лоренский, Шмидт, Шрёдингер, Филатов, Лукавойн и Синецкий, Леметр, Гейзенберг. Бесчисленное количество учёных, причём, это звёзды первой величины, которые утверждают, я верю, что есть Бог. Так что же надо сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Атеизм не отвечает на самый главный вопрос. А религия только и знает, что твердит. Самбонов, книжка, всюду только и твердит. Все правоведники, учителя, вот, вот, что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бог есть. Человек, вот путь. Есть, оказывается, путь к Богу? Действительно, внутренний путь. Есть путь. И множество, множество, бесконечное множество свидетелей, таких свидетелей, которые в мыслях боялись допустить ложь, утверждали, Бог есть. Многие из них, множество, миллионы, стояли перед выбором или говорить, Бог есть, и подвергнуться страшным пыткам и мучениям из смерти. Или скажешь, да, Бог нет, Бога нет, и освободиться. Есть и умирали. До смерти исповедовали это. Это все сумасшедшие, да? Все эти миллионы и миллионы подвижников, мучеников. Простите, может быть, тогда мы подумаем всё-таки, кто более сумасшедший? Я ли, когда утверждаю, что Бога нет за чашкой кофе? Или эти люди перед лицом жутких страданий и смерти, которые утверждают, и это не единицы, убедились, что Он есть. Они пережили всем своим существом и пережили так, что готовы жизнь отдать за это. Как говорил Серафим Саровский, преподобный, тот, кто ощутил Бога, ощутил то Царство Божие, которое внутри человека есть, готов. был бы тысячи лет жить в келье, наполненной червями и всякими гадами, которые грызли бы его ежеминутно, лишь бы не потерять только это благо. Христианство указывает путь приобретения познания Бога. Вот к чему указывает путь христианства. Да, ты хочешь знать? Пожалуйста, с удовольствием. О, где эти искренние люди? Где не покажите? Где он, этот человек, который искренне хочет увидеть Бога? Покажите его! Почти не осталось таких людей, потому что нет решимости. Мы живём, как плывём по реке, как чурка плывёт по реке, куда течение несёт, туда и плывёт. Где он, человек этот? Где он, этот искренний человек, который не ради чего-нибудь, а только ради истины, ищет, ищет и хочет познать Бога, увидеть Бога? Их становится всё меньше и меньше. Надо запомнить, что нет неверующих, а есть верующие в Бога, есть верующие верующие в то, что нет Бога. А то иногда, знаете, я неверующий. О, Боже мой, как это здорово звучит! Я неверующий. Почему ты веришь, что Бога нет? Скажи мне! Давай, отвечай! А то двойку поставлю. То, что мы верим Бога, это же, знаете, это ничто просто. А вот вера атеистов, я, вы знаете, зеленею от зависти. никаких оснований и верят, что Бога нет. Вот это вера! Какие-нибудь академики там пишут, читаешь их, эти, десять, и думаешь, простите, это что, пишут мальчики первого класса, что ли? Настолько наивное рассуждение! Диву даёшься! Откуда они взялись? Вам как из пещеры, откуда выползли? Я думаю, что перед этой верой только можно с благоговением преклониться не перед содержанием веры, а перед силой их веры. продолжает. Редактор субтитров